всем привет друзья в очередной раз с вами по речка и это закрытая бета-тестирование нельфгардского патча который уже вот-вот выйдет осталось наверно буквально около 12 часов до его релиза у меня на часах сейчас еще пятое число по-прежнему 23 00 но совсем скоро нас ждет нельфгард а пока я постараюсь вас ввести в обновленную фракцию монстров и собственно что с ними будет в грядущем патче я попытаюсь рассказать ну и показать вам кое-какие колоды которыми я позабавлялся за собственно время этого самого тестирования так первой колодой а хотя давайте сначала не про колоды небольшие изменения затрону которую основные коснулись буквально секундно то есть по чуть-чуть на каждое чтобы вы были в курсе всех изменений первых для начала стоит упомянуть о том что способность мосос теперь оставляет последнего сыгранного вами юнита либо который сам выпрыгнул из колоды будь то накер вот этот как когда его собственно съели он выпрыгивает он появится и соответственно останется последним или карта которую вы просто сыграли например кредит дано он считается тоже юнитом которого вы сыграли хоть его и например не наносит урон медведи так как он как будто спавнит получается и так появились новые гарпии соответственно это будет еще один прототип к сожалению сегодня мы на нем не поиграем это прототип на монстрах на поедании туманики как вы видите стали иметь теперь две силы независимо от того с туманом они любез они всегда двоечки гнездо изменилось теперь она делает просто три базовые копии карты с бридом с тегом размножающиеся лидеры остались точно такие же кроме того что наверное один стал 11 силы у него параметр всадники такие же а вот еще одна гарпия которая сама собственно делать эти яйца обновленный фран барин весьма любопытная карта играется в любой ряд через два хода поедает юнита именно поедает то есть пропадает из игры обновленный опять-таки накер создает в самом низу вашей колоды две копии юнита не золотого естественно и даже не серебряного гриф он стал 6 силы голем 2 алиментали создает гриф он точно такой же как и ранее и кемора появилась невозможно становиться в любой ряд утопит семерочка баба точно такая же пугач точно такой же вот это очень любопытная карта и и уже пытался объяснять у себя на стриме попробую тут смотрите когда вы ставите ее в любой ряд в этом ряду для начала всем вашим юнитом три силы это как ее боевой кличка на на выходит на стол после этого она считает юнитов в таком же ряду оппонента если их больше трех то она наносит им точнее на не наносит им урон она привык превращается в вот эту карту с 12 единицами силы и снимает три силы всем не золотым юнитом в этом ряду соперника то есть понимаете она сначала бафует ваших юнитов если срабатывает условия грубо говоря их на как программирование буквально начало вспомните то есть и там срабатывает то она превращается в эту карту наносит три урона и остается либо в таком же варианте либо если юнитов становится два и менее то она превращается обратно вот в эту карту ну и добавляет опять-таки тогда получается вашим ньютон баф к сожалению то мне проверить не удалось но я думаю так и будет так катакан поедает теперь именно чтобы они исчезали прям растворяет и грубо говоря убивает юнитов в каком-либо отборе ведьмы стали 789 что весьма любопытно великан теперь очень интересный он иммунен к морозу по-прежнему и получает 5 силы каждый раз когда мороз спавнится то есть появляется на ряду этого юнита то есть если вы просто поставите в мороз он останется семеркой учитывайте это драукт также потерпел изменения после того как вот этот патч выйдет скорее всего он будет наносить и точнее не наносить а убивать юнитов с тремя единицами силы и менее причем только вражеских попрошу заметить заметить легендарки вот тут девяточка карантин стал шестерочкой способности у них в принципе остались такие же ну и новая легендарная карта золотая суккуб через два хода передвигает сильнейшего незолотого юнита в ряду в котором она стоит на вашу сторону ну либо на другую сторону так как она может ставиться только дизлойл ну передвигать на вашу сторону ну и соответственно перейдем к колоде я вам ее покажу она сразу скажу такая немножко фановая первая у нас сегодня будет тоже две части две колоды первой колодой будет у нас являться вот этот вот такой эридин скажем так на толстоте и выросли карты забоя которым нам удалось победить шмеля на его скеллиги ну я знаю то что мы играем против шмеля так что игра выдалась любопытная и я сегодня вам покажу посмотрим автора колода будет обычный погодный монстр и я в принципе на покажу насколько они остались сильными ввиду того что чисто небо потерпел изменения ну и вот колода позволяет нам уменьшить нашу колоду изначально на фактически еще четыре дополнительные карты точнее шесть в виду ведьм то есть ну по одной надо копии держать в руке соответственно эти 222 получается 6 то же самое с чистым небом как только мы заставим все вот эти юниты у нас есть чистое небо да допустим двух грифонов или врана варьера одного и одного грифона то есть в принципе миша в нашу колоду ну и плюсовала геральт игни ввиду того что очень много толстых юнитов сейчас играется дуду для того чтобы его сыграть последней карты и попробовать скопировать силу оппонента великан просто я уже объяснял потому что это очень интересная сильная карта которая сыграет ну и суккуб герой сегодняшнего дня ночью карта которую многим не понравилось сегодня увидите как она сработала ну и грифоны конечно же мои любимые грифоны поэтому не буду задерживаться предлагаю вам сразу насладиться этим замечательным матчем против шмеля вперед поехали о блин да вмереть то я не захватил ну ладно за грифоны есть так комбо есть сукуб есть адреналин есть гром есть не нужен вран есть тоже не особо нужен на самом деле так как там коралл ссори грифоны еще не песни не заказывали возвращаю тебя поинты сегодня без песен ну каблу кейну вот вран что-то не хочется нормально на самом деле сейчас у куба нормально должна сыграть я сейчас рефункте сделаю хорошо поинтов ребят не заказывайте песни можете остальные награды кроме песен и игр со мной очевидно рефункт все я верну поиграй яйцами слушай как-то это двусмысленно звучало я конечно не подстрекательного но звучало двухсмысленно ветвеликан тут даже может чуть попозже сыграть смекать да я уже понял чем и в свет тут троечки и и дуду троечка зашла отлично принципе все неплохо вроде что-то мне было только одна был чуть мощный мощный ну наверное один все таки лучше всего больше уже не такой сильный а вот этого пацана хочу оставить чтобы он задний ряд срабатывал на девчонок что страшные бабы делают они получают они ну появляются таки когда получают единицу урона ну или там достаточно урона какому-то их нанести и они появятся ты что забыл ты будешь час сидели я думаю что в конце нет нет шмел великан потому что бедняжка умереть чуть мне даже уже не хочется его оставлять на самом деле вот туда сыграет ребят туда сыграет зачем играть он зачем только со мной до конца играть я не совсем понимаю вот эту карту самую то есть читать и у нее три фразы три фразы три фразы ребят три три фразы таки только этот прыгает плюс 22 у нее игни тоже может есть да я не помню кстати носу куб нормально сейчас зашел на такой то что грота там типа он не убил это так он же еще раз пробахается не надо из-за на него адреналин правильно он не считается как мой юнит все и тут сыграет смотрите а медведь я забыл я забыл про медведя над неважно ничего страшного но я забыл про него кампороса сука так нас забывая конечно ну хватит шмельс упокойся я официально обворовываю тебя а у нее будет это как и шитов вы поняли меня взрыв это как она называется который два урона будет наносить кита нету можно еще одну в принципе грифону сыграть что затащил да цемель форт вот я это и хотел сказать там ублюдок умрет а не все спасибо он же должен был нанести один урона но он был почему почему он не продамажил кипрана или он продамажил вот так здорово здорово шмель привет поиграли братик когда просчитал что он был нанести не ну что он в в и и и и согласитесь законтрен шмель законтрен а я ждал этого момента и вот он снова я готов вам показать уже вторую колоду сегодняшнего выпуска это погодные монстры лидер догон давайте пройдемся немножко золотым слотам ой убрал я одного туманика так собственно золотыми слотами в этой колоде будет являться обязательными золотыми слоями будет являться овалах леший и карантин далее по желанию что вы хотите можете попробовать ключника или как я обновленного драуга который вполне себе под погода играет с учетом того что он теперь действует только на вратских юнитов серебряные слоты гигантская жаба используется для того чтобы съесть например ненужного грифона или ненужного воина дикой охоты также и подвергается тут замене можете взять вместо нее чучело можете взять вместо нее двумерит против каких-то особо назойливых оппонентов можете взять вместо нее сару тут ваша фантазия друзья фантазируйте можете даже попробовать какую-нибудь оквиста или катакан нет катакан тут не нужно но это ваша фантазия повторюсь далее стандартно две погоды очень хорошие двойные виду теперь того что чистое небо действует только на один ряд очень классные можете за ту карту кстати забыл также попробовать рагнарёк которая делает эффект погоды на все в абсолютной ряды ну и last wish для того если вдруг если в руку придет туманник или не нужна будет какая-либо карта вам такая как грифон или опять-таки всадник вы сможете их заменить еще одна хорошая карта ледяной гигант ее замене подвергать пожалуй не стоит ну а нейтраля как я и сказал слотов много можете попробовать гюнтера может быть даже какого-нибудь оператора на нейтрале если хотите тут ваша фантазия или опять-таки вот нашего великана который уже наверно вам очень понравился можете попробовать но я так как тут присутствует два воина дикой охоты положил все-таки нейтраля ради теста слову в игре наверное который вы будете смотреть его возможно и не будет так что ну а далее по классике два чистых неба достаем с них туманников больших либо вот эти карты если догон не нужен как лидер используем как чистое небо чтобы достать карту юнитов немного поэтому будьте аккуратны не всегда помните о вашей колоде это что там осталось ну и один гром зелья грома для того чтобы использовать на туманников или на всадников или на вот этих маленьких туманничков предлагаю сразу насладиться геймплеем увидеть насколько эти монстры по-прежнему сильные ну и собственно все удачного просмотра ну ребят даже стали враг рита среди тос давай поиграем надеюсь ты запомнил игрока с номером 27 потому что я тебя запомнил брана моркови в этот один так мы предлагаю сначала всадников sims good для тебя у меня есть как бы драук неплохая вроде карта я слышал давайте мы сделаем так тогда смотрите мы играем сюда одну один эффект точнее нет вот догона тут лучше на чистое небо он не скинет погоду я уверен фактически на сто процентов поэтому мы дадим у него возможно будут ведьмы поэтому сделаем вот так сначала карантин что у нас есть что я хочу сделать я поставить туманника это стрим снайперы двигают чат бедный ребята помните ретаза со вчерашнего сколько мы с ним поиск сколько мы с ним сыграли да сколько мы с ним переиграли то игр я сыграю одного туманника через чистое небо скорее всего ну по он по яйца я думаю чистое небо я это верю да он появился у меня сейчас остается гигар ах ты зараза вообще у него сейчас часак остался я не знаю зачем я его убил желательно еще один юнит на самом деле великан когда с креста вылетел не получил баф или как это работает великан получил баф просто он сейчас получает плюс 5 насколько я помню он он должен был быть 15 2 почитаем описание креста играет сильнейшего юнита из вашей колоды и добавляет ему три силы и это так работает что-то сложно у нее тоже есть такая карта интересная драук работает только на вражеских юнитов сейчас что-то я не понял что великаном случилось на него как будто мороз не не подействовал то есть он еще во первых должен получить плюс 3 силы он их получил правильно за крест альзура а за морозом ничего не получил ручка просто эффект исполнит он дисси метро он получает по 3 когда спавнится эффект понимаете когда эффект появляется то есть он просто так теперь не получает сушки у меня очень много мороза в руке и я на самом деле хотел его использовать да у меня очень много мороза и я бы хотел его использовать смотрите вот сейчас я поставлю он наверно не получит баф да если мороз играется клон на столе я вот тоже к этому клоню это не адреналин это эффект такой мороза устойчивый знаешь сушки мне на самом деле уже тут печальнее с ним играть давайте так но великан не останется давайте просто его поставим я и давите эффект не сработал великан в помоечку ну да его раньше любили ставить но он теперь и стать все теперь нормально на самом деле сейчас я его верхом накрою морозом у меня есть один с карантира ну жалко что там выживут собачки наверное так грифон у нас тут супер юзлистом по моему он резать что-нибудь может как бы он может мы можем резать что-нибудь у него поэтому наверное мы просто сейчас скушаем грифона и все быстренько кушаем чтобы он не видел сколько у нас карта валах бы конечно бы неплохо ну там туманники осталось туманники остались точнее хорошая перспектива докторишка вот такой я вижу с юмором у нас на ребят мне не нравится то что у него карта намного побольше но чисто не был не будет давать наверно ой он самого дал слушайте это мне очень помогает я могу даже на этот ряд потом использовать чистое небо если захочу если захочу я могу прямо сейчас дать на тот ряд чистое небо но у меня осталось там два туманика я хочу достать на самом деле очень сильно это сильнее чем жаба на 11 пусть он ее убьет сейчас садникам он ее сейчас убьет садников как бы смотрите снимайте снимайте ребят бафы мороз спасибо тебе мил человек слушайте а баба еще жива мне вот сейчас надо на самом деле сыграть немножко по-другому а именно мне нужно сыграть вот этого юнита чтобы он не остался на столе либо вообще его не играть в этой партии как бы есть шанс что у него есть грифон поэтому давайте так мы сыграем мы не будем его играть сейчас мы сыграем его потом в последнем решающем раунде а пока мы дадим чистое небо на еще но я забыл я думаю есть еще один но это кстати может стоить теперь не игры на самом деле ну у него конечно же есть еще одна погода но теперь у него выживет эта карта я все-таки все равно останется туманник давайте так немножко бафой ухты как баваре какое-то заклинание сейчас я забыл я совсем забыл надо было посмотреть отбой ничего не написано теперь про снятие эффекта я так понимаю эффект теперь не снимается я так подозреваю что эффект теперь не снимается точно перспективы меня мои устраивают поэтому я пасаму наверно вместе карантин у него остается уже не великана вот этот райдер садник дикой охоты яркая великан теперь ничего не сделает ради науки можно зайти это проверить но по описанию ничего не изменится будет тяжело если у него будет адреналин или он сыграет великан добавится каждый ворот мороз так что ребят не факт что карта стала хуже вот и рагнараг как вы видите специальная погода почему кстати не флитинг хотя я села ничем нельзя разыграть великан теперь как сара в принципе да слушайте на самом деле он да как сара только нет я думаю это адреналин на самом деле хорошо туманник крутится лавы хамутится и он у меня должен остать остаться на столе так вот еще не все он очень много карт отдает но у меня хороший выживает у него 12 у меня 19 у меня она тоже будет качаться у него середина 11 у меня есть как бы ему ответ 10 кораблик да смотрите призывается и воины такие дикие хуй хорошо какой-нибудь last wish на принципе отличный топ дэк ничего не могу сказать хорошо что он первый ходит это радует не будем торопиться с погодой он самый скорее все даст ой как хорошо ну это просто по статам больше и наносит один урона поэтому скину бабу просто по статам за то что больше так и день пошел давайте сыграем своего карантира ну тут на самом деле не хватило очень 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 близко знаете было было близко к проигрышу близко игра получилась такая тяжелая тяжелая так друзья наверно вы посмотрели все моменты и приблизились к завершению этого видео а посему я хотел бы сказать вам большое спасибо за то что вы его посмотрели за то что просто смотрите это видео поддерживаете меня таким образом и хотел сообщить что на ю тубе число моих подписчиков уже приближается к тысячи что меня несказанно радует и якобы крайне рад и доволен поэтому большое вам спасибо подписывайтесь на мой канал на твиче на ю тубе группы вконтакте заходите посмотрите что там есть интересненького мы с вами встретимся уже совсем скоро также хотелось бы поблагодарить разработчиков за предоставленный доступ к закрытому тестированию этой замечательной игры если вам понравились выпуски пишите свои пожелания и предложения в комментариях ниже всем пока с вами был по речку мы были в парисе кетерой кетерой а кетерой кетерой кетерой